Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую своих выпускников Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента. Я приветствую учеников, которые могут зайти и участвовать в наших программах обучения, которые в этом году приобретают несколько другой окрас, и сейчас я вам об этом и заложу. Я приветствую тех неравнодушных людей, которые хотят понять, заняться новыми направлениями, которые они прорабатывают пока еще в голове, но с помощью наших экспертов, с помощью наших программ обучения могут подвигаться дальше уже и в своем бизнесе, и в своем профессиональном развитии. Дело в том, что Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента участвует в программах, которые правительство Сингапура поддерживает, на развитии новых технологичных направлений в бизнесе, в государственном секторе, в финансовом секторе, в любом направлении, которые имеют под собой основу, связанную с развитием новых информационных технологий. В связи с этим корпоративный университет наш решил открыть лабораторию, набрать ту группу заинтересованных лиц, они будут формироваться, скажем так, по 5-10 человек, закрывая определенную тематику в направлениях, связанных с информационными технологиями, применяемых в конкретных отраслях, в конкретных направлениях. И затем все это формируется не только в программе обучения, но и переходит в реальные бизнесы, и выпускники, закончившие программу, запускают либо усиливают свой существующий бизнес, либо запускают новые проекты, новые направления в своем бизнесе. Вот такая связка теории и практики происходит в нашем научно-производственном центре корпоративного менеджмента, Сингапурской академии корпоративного менеджмента. И связки с теми программами развития, которые поставило государство Сингапур, предоставляют различные льготы для таких команд. В связи с этим я имею честь вам объявить, обращаюсь в это время и к своим выпускникам, которых уже около сотни, и тем людям, которые зайдут или будут участвовать в наших программах, скажем так, познакомившись с данной рекламой и с нашими направлениями в дальнейшем развитии, обращаюсь с тем, что мы открываем набор, который включает в себя, он будет длиться до конца этого года, по стоимости 6300, с поддержкой, грантовой поддержкой, и включает в себя несколько направлений. Ну, первое направление, которое хотелось бы осветить, это связано с теми технологическими разработками, которые уже и технологическими решениями, которые вы, может быть, уже кто-то занимается, а кто-то в это только войдет. Соответственно, это направление связано больше с технологиями, вы будете иметь возможность общаться с экспертами, общаться с людьми, которые имеют успешные кейсы. Мы с вами сформируем программу развития определенных направлений бизнеса, связанных на технологических решениях. И это будет делаться в связке с той группой, которая на данное направление набирается. То есть у вас и дипломы будут не чисто индивидуальные, а в привязке с дипломами других учеников, слушателей, которые будут вместе с вами в этой группе находиться. Мы в этом направлении, которое называется техническое и технологические решения, будем рассматривать такие новые технологии, как ДНК-компьютеры. Мы будем рассматривать это управление с использованием, или через, или с помощью искусственного интеллекта, методы управления, соответственно, все технологии связаны с таким применением искусственного интеллекта в управленческой деятельности. Мы будем с вами рассматривать различные каналы связи, которые позволяют формировать такие организационные структуры, которые без использования спутников интернета невозможны. То есть это распределенные различные структуры. Это использование, если мы по всему, скажем так, глобальному миру рассматриваем деятельность своей организации, либо корпорации, то в этом случае мы, естественно, затронем мультиязычность и такие возможные технологические решения, которые позволяют использовать мультиязычные платформы, быстрый перевод, понимание смыслов и доведение смыслов из одного языка в другой язык. Это определенное направление деятельности именно в технологических решениях. Мы будем с вами использовать, конечно, чтобы обеспечивать возможность стыковки в распределенных структурах различных процессов, в том числе управленческих, различные цифровые контролинг-центры, и которые могут иметь разные локации, но так как мы взаимодействуем с правительством Сингапура, то это локации мы рассматриваем в первую очередь, конечно, в Сингапуре. И различные центры данных, которые используются не только для фиксации своей деятельности, но и для анализа, проектирования, форсайт, предвидения, то есть оформления видений, может быть, даже экспериментов, но используя базы данных, накопленных в различных структурах и в различных дата-центрах. Вот эти все решения, которые используются управленцами, но основаны и базируемые на технологическом решении, являются одним из направлений, которым мы начинаем развивать в лаборатории нашей научной, с моей, скажем, участием под моим руководством именно в учебной программе, и затем переходит это в научно-производственный центр Сингапурской академии корпоративного менеджмента, который уже предъявляет эти направления на защиту и на финансирование со стороны правительства Сингапура. То есть наши работы становятся основой для получения финансирования и запуска реальных проектов для тех, кто участвовал в этом, писал это, ну и, соответственно, продвигает некие идеи, заложенные в наших совместных деятельностей, но уже используя синергетический эффект от взаимодействия в данной группе. Вот это первое направление, которое я осветил, оно набирается и предлагается вам в этом поучаствовать. Здесь мы будем набирать группу 5-10 человек. Соответственно, я познакомлю вас с другими направлениями, но на этом направлении я показал всю технологию, которую мы предлагаем вам в качестве сочленения вашего обучения и получения степени DBA с открытием нового направления или нового бизнеса для вас в коалициях с другими участниками данного направления. Следующее направление, которое я хотел бы вам рассказать, это направление, которое мы назвали условно в нашей лаборатории, это глобальная информационная платформа. Данная информационная платформа, конечно, имеет в своей основе или в опыте, будет учитывать, и мы это изучим в ходе вашего обучения и познакомимся с лучшими практиками информационных платформ, которые сейчас уже существуют. Их взаимодействие с потребителем, взаимодействие с участниками, кто формирует продукт, самодействие информационное между собой, вот эти получаемые эффекты быстрейшего прохождения информации. То есть информационную платформу мы рассматриваем как инструмент не только бизнеса, но и проектирование этих бизнесов в новой среде, в новой структуре рынков, которые основаны на информационных технологиях вообще. Это и цифровые доводники, это и возможность конвертации из одного рынка в другой рынок, без потери, скажем так, стоимости. Что здесь важно и какие направления, я сейчас поясню. А если вы себя увидели в этих направлениях, то, пожалуйста, записывайтесь на наш второй блок слушателей, которые будут работать именно в этом направлении информационных платформ. Ну, первое, это, конечно, поисковые системы с привязкой к геолокациями. И, соответственно, мы здесь видим большой спектр сегментаций этого глобального информационного, скажем, пула, для того, чтобы отвечать каждому запросу и в том числе формировать различные взаимосвязи между теми той информацией, которая в этих поисковых системах существует. То есть это будет необходимо нам проработать внутри образовательных курсов и подготовиться к запуску нового продукта информационного. И, соответственно, обеспечивать это или опираться на технологические решения, которые могут быть инновационными и которые сейчас не существуют. И затем вот этот в научно-производственном центре отточить те механизмы, которые будут изложены сначала в наших выпускных работах. Следующее направление, которое в информационную, скажем, платформу закладывается, это различного вида классификатора для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупного бизнеса, с различными отраслевыми оттенками вот этого классификатора. Это разветвленное совершенно поле деятельности, которое, по сути дела, и позволяет транспарентность выставлять на между рынками, и выставляет различные требования, так как это уже любой классификатор является основой стандартов, для того, чтобы формировались новые стандарты. Стандарты обмена информацией, стандарты услуг, стандарты оказания сопутствующих услуг, допустим, логистических. И, соответственно, и эта деятельность, она не только теоретическая, она чисто практическая для уменьшения различных транзакционных издержек. И это нужно прорабатывать, особенно понимая, что за счет таких быстрых связей формируются и могут быть сформированы рынки, либо комьюнити между потребителями и поставщиками, более короткая комьюнити. В информационные, в глобально информационные платформы мы понимаем, что есть еще такая задача, как, собственно говоря, обеспечение, создание логистических мостов. Вот эта технология создания, функционирования, проектирования этих технологических логистических мостов, это еще одна из тем, которая прорабатывается в данном управлении. Логистика в быстро меняющемся мире должна позволять быстро менять и, соответственно, путь дифференцировать его от тех обстоятельств или вновь скрывшихся факторов очень быстро. То есть не прерывать эту связь, а обеспечивать обхождение препятствия за минимальное время. Вот эта тематика при выстроении логистических различных цепочек, она будет превалировать в нашей лаборатории. Следующая тема – это, конечно, каталог и спецификации продукции, различных продукций, которые, соответственно, по этим логистическим цепям, которые мы рассмотрели выше, будут учитываться и создавать основу для того, чтобы быстрый обмен информацией был более, скажем, конкретен, более точен и представлял основу для различных цифровых решений в виде цифровых профилей, цифровых образов, цифровых возможностей изменения этих цифровых профилей до того, как сформируется, либо до того, как приходит к вам от поставщика продукт, а вы можете его уже моделировать, чтобы он был более точно подходил под, если вы заказчик, подходил под ваши запросы. Ну, для того, чтобы это все обеспечить, что мы выше говорили, конечно, у нас появляется соответствующая тема – это калькулятор цены на такую возможную доставку доставку в любую точку мира специфичного товара под ваши запросы. То есть мы понимаем, что предварительные темы, мы говорили, более шаблонные какие-то, там вырабатывали вещи стандарты, но все равно мы не забываем, что продукция нового мира – это продукция индивидуально подобранная, индивидуально подогнанная. И поэтому составить калькуляцию цены, которая будет индивидуально подобрана, это тоже большие могут быть издержки, если это не автоматизировано, не выходит в информационную платформу или не входит в состав информационных платформ. Также мы видим, что этот системный калькулятор, он, по сути дела, облегчает дальнейшие действия и выработку той справедливой цены, которая в этой всей цепочке логистической будет удобна для всех участников. Поэтому калькулятор – это одно из направлений, которые мы предлагаем для рассмотрения как дипломную работу. Соответственно, диссертация, которую вы отражаете эту тему, может затрагивать и следующую тему. Это различный учет налоговых ставок. Когда мы видим всю логистическую цепочку, то мы можем понимать, как и за счет каких налоговых переменных это можно оптимизировать. Первое. Второе. Какие все-таки налоги нам нужно будет заплатить и насколько это увеличит цену. Ну и понимая, что бизнес всегда ведет переговоры с регуляторами, запускать процессы регулирования в удобные, скажем так, для бизнеса истории. Поэтому вот еще одно из тем, которое вам предлагается, уважаемые слушатели, кандидаты. Записывайтесь, кстати, к нам на программу «Моженый сейчас». Если вы видите внизу экрана, вы видите контакты, вы видите возможность сразу определиться с темой своего проекта, бизнес-проекта, с темой, естественно, диссертации, то в этом случае фиксируйте этот контакт и делайте заявки, когда услышали свою тему. То есть тема базы налоговых политик государств – это вот то, на что вы можете пойти. Следующая тема, которую рассматриваем в этом направлении глобальных информационных платформ, это работа, конечно, с законодательными нормативными актами, которые существуют в государствах. Если мы создаем компанию, которая использует логистическую цепочку и, допустим, взаимодействует с потребителями или услуг, либо с поставщиками каких-то компонентов в этом бизнесе, которые базируются в разных юрисдикциях, то нам никуда не деться, как нужно на информационной платформе иметь возможность просчитать все страновые риски, просчитать или создать документ, который будет читаться одинаково в различных юрисдикциях. То есть здесь очень большой объем работы и возможность проявить себя, и, соответственно, это тематика для ваших диссертаций. Ну и, конечно, мы не можем обойти повестку ЕСЖ, и в этом случае экологическая карта делового мира, экологические задачи, которые ставятся в зависимости от локаций, и общие задачи, которые ставятся в глобальной экономике, они должны быть учтены при реализации любого направления вашей деятельности, как бизнесменов, как инвесторов, как, собственно говоря, составителей той цепочки или потребителей тех продуктов, услуг, которые выпускаются. Поэтому еще одна тематика, которая на информационной платформе будет включена, это экологическая карта делового мира. Она сама по себе ценна, но она и ценна в связке с предыдущими темами, о которых мы говорили. То есть вся информация относительно проекта, со всех сторон рассмотрения любого запуска своей цепочки с партнерами, вы сможете сделать на таких информационных платформах в короткие сроки, максимально со снижением всех рисков. И мы видим, что такое решение, которое будет предлагаться нашими выпускниками в виде совместного проекта для правительства Сингапура, уже имеет свой запрос. И мы будем отвечать на этот запрос. Следующее направление, большое направление, куда мы тоже набираем 5-10 человек, это все-таки некий ресурсный центр для оптимизации решений для бизнеса и, соответственно, государства, которые участвуют в таких, заинтересованы в таких решениях. Ну, надо сказать, что любая локация, где бы мы не запускали свои бизнесы, это локации, которые связаны с территориями. И найти такую территорию, которая более благоприятна для старта бизнеса или для ведения бизнеса, ну, это определенная управленческая задача. И если ее информатизировать, если ее поставить на, скажем так, на информационную платформу, это вот определенная тематика и для наших диссертантов. То есть поисковая система той территории, которая соответствует представлениям владельцев или руководителей данного бизнеса, где им оптимально это вести, найти такую нужную территорию. Вот задачка для такой темы диссертации для поисковых систем. Для такого создания мирового ресурсного центра. Это направление. Внутри него есть, конечно, не только привязка к территории, но и поиск оптимального сочетания тех уровней квалификации, которые сотрудников, которые вам потребуются на этой территории. Это так называемый международный кадровый реестр. То есть мы знаем, какие нужны вакансии, мы знаем, кто на территории живет, вот их резюме, мы знаем их социальные профили, ну и, соответственно, мы выбираем тот уровень квалификации, который необходим для нашего бизнеса. И это может происходить, может быть, в автомате, может быть, с минимальным участием вашим, как заказчика, может быть, с минимальным участием отвлечением, скажем так, дорогостоящих специалистов, классных руководителей на ваш проект в части касающейся. То есть мы дифференцируем за счет такого международного кадрового реестра возможности как проектного участия в вашем бизнесе, квалифицированных специалистов, так и долгосрочного участия как руководителей направления именно по разным территориям, в разных локациях. Ну, для того, чтобы контролировать эту деятельность, естественно, ресурсный центр должен обладать и таким, это следующая тематика диссертации, это как аудит, юридическая поддержка, защита индивидуальной собственности в той юрисдикции, где это находится, с транспортированностью в другие юрисдикции. И вот это еще одно из направлений, то есть все обеспечение контрольное, юридическое, организационное, это тоже тема для ваших диссертаций. Так что выбирайте, какая тема для вас ближе, записывайтесь, и мы считаем, что синергический эффект, он будет обеспечен не только за счет того, что мы помогаем в вашей конкретной теме, но и за счет того, что ваша тема очень стыкуется с другими темами вот в этом направлении Мирового Росстанского Центра и оптимальных решений для бизнеса и государства. Не исключаем, что в этом, в этой истории, в этом направлении большую роль будет играть некий репутационный реестр. И открытые деловые связи, их приветствуют, их для компании и для сотрудников, они приветствуются нами. Ну и, соответственно, это тоже тематика, как выстроить репутационный реестр, какие механизмы в нем должны быть публичные, какие должны быть локальными, либо корпоративными, какое сочетание взаимосвязи реестров ведущихся в государственных структурах, в различных ведомствах и свободного, скажем так, на рынке от профессиональных сообществ, представленных репутационных посылов. То есть, где этот баланс, вот как его найти, это тема для отдельной работы. И, соответственно, вы, выбирая эту тему, помогаете определиться, какие пути будут оптимальны, какие уже сейчас есть на рынке, какие необходимо развитие именно в информационном пространстве, а где и в виртуальном, скажем так, возможно, мире будут взаимодействовать либо только подтвержденные репутационно чистые так называемые двойники, которые между собой уже наводят некие связи, которые обеспечивают это снятие репутационных рисков. Это тематика, отдельная тематика, мы ее будем разбирать, и в этом направлении ресурсных центров и оптимальных решений для бизнеса, тема репутационных издержек, это она не последняя. Естественно, когда мы рассмотрели все возможности и ресурсы своих партнеров, у нас рождаются, как у любого бизнесмена, инвестора, некие идеи, открытие каких-то направлений, создание уникальных продуктов. И для этого нам нужна некая система генерации предложений о таких партнерствах. Информационная платформа или решение позволяет это делать различными математическими способами, алгоритмами, но все равно смысл, запущенный одним партнером, и смысл, запущенный другим партнером, могут несколько отличаться. И нам нужно проработать, будет с одним из слушателей, именно вот как должна идти генерация, может быть, помощь, модерация этих, установление таких предложений о партнерстве, выстраивание логики, сочетание, доведение от замысла, от запроса к реальному подписанию документов о партнерстве, это тематика непростая, надо сказать, и, соответственно, связана не только с промышленным шпионалом, еще какими-то разведывательными вещами, но и связана с тем, что сохранить историю доверия, находясь, значит, в контакте и довести его до контракта, это, соответственно, деятельность более тонкая. И вот эту настройку мы с вами будем прорабатывать, когда будем вашу тему рассматривать уже непосредственно при написании работы и формировании того технического задания, которое уходит в научно-практические центры, в производственные центры и реализуется уже в качестве проекта. Когда мы заключили, ну, предполагается, что заключили партнерство, начинаем реализовывать деятельность, нам нужна, конечно, и какие-то платежные системы. Вот интеграция платежных систем в мировом ресурсном центре, использование различных, которые сейчас в последнее время появились технологии управления финансами, я говорю и о криптовалютах, и блокчейне, соответственно, использование стандартных, ценных бумаг, других финансовых рычагов, скажем, которые мы можем включать внутри бизнеса, это определенная история, может быть, она ближе к тем людям, которые занимаются финансованием, а может быть, это и пользовательская история тех, кто использует финансы для своих бизнесов, для своих производственных компаний, для организации новых направлений, накопления вот этого капитала для стартапов и финансирования различных, может быть, так, мало или социальных проектов, мало денежных проектов, но необходимых для вашего бизнеса в данный момент. Поэтому оптимальные решения, которые разработаны с использованием, будут разработаны нами с вами, с использованием различных платежных систем, конечно, мы будем считать законченным проектом, реализованным вместе с правительством Сингапура, когда это будет интегрированной платежной системой, с использованием различных всех инструментов, доступных в данный периоде времени с точки зрения технологии, проработки и законодательного какого-то обеспечения. Вот это следующее направление, которое светило. Так что, если вы увидели себя в этих направлениях, вас заинтересовала эта тематика, пожалуйста, обращайте внимание на указанные на нашем экране контакты и выходите с нами на контакты. Мы с вами составим эту группу. Напоминаю, набираем 5-10 человек в каждое из этих направлений. Ну, я переключаюсь на следующее направление. Следующее направление, это связано с такими вещами, как, скажем так, оптимизация операционных решений. То есть решения для бизнеса, для ведения. Это начинается от открытия бизнеса, мониторинга всех процессов, которые происходят, поддержка, которой необходимо оказать своему бизнесу на различных этапах. И здесь мы говорим, что наше видение в лаборатории, то, что здесь в помощь руководителю выступают такие темы, а это тема ваших диссерационных работ. Это единый регистратор компании. Это страны, юрисдикции, отрасли, соответственно, продукция, которая выпускается, как эта компания позиционируется, какие обороты, какие мощности, и как с ними связаться. И, соответственно, вы можете видеть этот единый регистратор компании, как некое доверительное поле, в котором вы выбираете своих партнеров и сразу можете стыковаться. Вот это направление не только темы вашей диссерационной работы, но и, возможно, некого сервиса, который вы, как бизнесмен, видите для развития своего дальнейшего бизнеса либо открытия стартапа. Решение для бизнеса предполагает большую долю участия, скажем так, интеллектуальных издержек, то есть, когда нужно продумать какое-то решение, нужно использовать экспертное мнение, привлечь экспертизу, которую вы можете не обладать, или те компетенции, которые необходимы будут вам. Вот это нами связывается в такую тему, как интеллектуальная система. Интеллектуальная система позволяет вам моделировать, моделировать свой бизнес, моделировать, соответственно, прибыли или риски, проигрывать различные ситуации. И вот эта такая интеллектуальная система, она становится для вас неким ситуационным, виртуальным ситуационным центром. И вот про это, как он работает, какие вопросы должен решать и так далее, это тема для другой дипломной работы и, соответственно, для другого участника вот этого пула, для направления, который мы будем с вами вместе прорабатывать. Это интеллектуальные системы для поддержки принятия решений для действующих компаний, либо для начинающих компаний, как старого ТАПа, так и любого подразделения, которое за счет использования интеллектуальных систем сокращает вот эти издержки и временные, прежде всего издержки, ну и, соответственно, снижает риски, так как может базироваться на больших базах данных, на искусственном интеллекте. Вот это поддержка управленческих решений. В нашем мире в таком объеме информации есть еще одна тематика, которая немаловажна. Это использование больших каталогов, каталогов различного типа ресурсов. И вот мы говорим о том, что есть такая тема в нашей лаборатории, которую мы, соответственно, должны проработать в этой направлении. Это информационный каталог всех ресурсов. Я продолжаю рассказывать про набор на наш новый курс, интегрированный курс, связанный с не только написанием работ по DBA, но и предложением их в виде проектов через наш научно-производственный центр и в связи с предложениями в взаимодействии с правительством Сингапура. Итак, следующая тема для институционных работ в таком направлении, как решение для бизнеса, это система анализа спроса и предложений. Очень большие данные накопленные, очень большие данные накапливаются, ежеминутные, ежесекундные, терабайты данных. И необходимо выстроить такую систему распознавания и визуализации этих данных на дашбордах у руководителей, чтобы было понятно, а где и как рождается спрос, где и как нужно выработать предложение на этот спрос и где и как выработать равновесную цену на рынке. Соответственно, это отдельное совершенно направление и тема для диссертационной работы. Приглашаю в решение для бизнеса группу, мы набираем такую группу из 50 человек, которые будут совместно вырабатывать и разрабатывать это направление и реализовывать его в дальнейшем в практических своих проектах, проектах для бизнеса. Напоминаю, что специально для нашей лаборатории, нашего научно-производственного центра и, соответственно, реализации проектов зафиксирована цена, по которой вы можете поступать и писать работу ДБЕ. Это 6300 фунтов стерлингов и, соответственно, эта цена не будет меняться до конца 2022 года. Так что приглашаю, контакты на экране. Ждем вас в это направление. Следующее направление, которое прорабатывается в нашей лаборатории и затем в научно-производственном центре, это целое направление, большое, глобальная презентационная платформа. Презентационная платформа, то есть там, где вы выставляете в витрины своих организаций, где идет обмен. Это постоянно действующее выставочное, скажем так, пространство в виртуальном нашем мире, которое сопровождает наш реальный мир. Здесь следующее направление, которое мы предлагаем взять как тему для диссерционных работ. Это самоподача, то есть презентация продуктов, которые осуществляются в онлайн, в любых формах. Вы знаете, как работает интернет-магазин, вы знаете, как работают маркетплейсы, но как подать собственный бизнес, как подать продукцию своего бизнеса для того, чтобы вместе составить новые цепочки ценностей, это иной подход, который должен быть реализован, по нашему мнению, на глобальных презентационных платформах. Презентация не только в визуальный контекст, но это и смысловые контексты, которые собираются вместе, то есть стыковка контекстов вашего продукта, стыковка брендов, продуктов контрагентов создает новую реальность, новую ценность для потребителей. Вот это одна из тем. В эту группу также мы набираем 5-10 человек, и следующая тема, которая предлагается, единое рекламное пространство. То есть слово «едино» можно понимать по-разному, мы его как раз и расшифруем, будем создавать некие вот этот смысловое брендовое предложение, вот нового продукта, возможно, неких сочетаний, которые сами пользователи создают, и уже как бизнесмены, бизнес и проект отвечают на то, что видится пользователю, какой должен быть продукт. Это реклама и того, что существует, реклама новых, на наш взгляд, новых продуктов, которые получают аудиторию, получают возможности стартануть бизнесу именно в этих направлениях, только в сторону запрашиваемых потребностей, которые выражаются через какие-то экономические артефакты, деятельности предприятий, хозяйствующих субъектов различных групп. Вот это следующая тема, вторая тема в этом направлении. И я перехожу на следующую, это генератор предложения партнерства. То есть такая генерация, которую сейчас мы даже можем и не предположить, как могут стыковаться партнеры. То есть это могут возникать и отдельные проекты, краткосрочные, и предложения будут касаться, скажем, для сборки партнерства в долгосрочном периоде, могут быть стыковочные какие-то моменты, когда интересы совпадают. И если этот генератор проработанный сначала в нашем дипломной работе, диссертации, потом проработанный, соответственно, в лаборатории с помощью экспертиз различного характера и проработанный уже как продукт для запуска, это, скажем так, это отдельное направление даже для информационного бизнеса. Генератор предложения о партнерстве. Подумайте, если тема вас зацепила, welcome, приходите к нам на обучение и совместное творчество, сотворчество. Следующая тема, это разделение на такие конъюнктурные группы, то есть конъюнктурная система и маркетинг с позиции товарного маркетинга и расставкой вот этих маркеров, которые позиционируют продукцию в разных группах. И здесь связаны и коды, и спецификации, и группы товаров, и группы потребителей. Вот эта взаимосвязь, чтобы не потеряться в большом мере в объеме информации, и чтобы потребитель на свое, скажем так, бытовое выражение, какой ему товар нужен, получал именно ответ сгруппированный, подогнанный, как в контекстной рекламе, скажем так, ту информацию, которая именно отвечает на его потребности и свойства продукта и отвечает его запросам. Вот здесь, скажем так, это уже с позиции не производителя, а с позиции тех людей, которые потребляют данный продукт. Мы рассматриваем вот эту тематику именно таким образом, что она усиливает соотношение или взаимосвязь между производителями и потребителями. И это отдельная тематика для работ, которые вы формируете для себя и отдельная тематика для проектов вашего бизнеса. Ну, есть соответствующие официальные вещи, которые мы должны соблюдать, когда работаем на различных рынках, и это тематика для следующего участника этой группы. Это лицензии, сертификаты, виды услуг, патентования и различные другие, скажем так, документы, которые подтверждают легитимность работы на данном рынке, данной территории, в данной отрасли. Это тоже достаточно существенная часть, которая в себестоимость продукции занимает данная доля. Поэтому как снизить это, как обеспечить некую транспарентность, где есть моменты сочетания различных вот этих лицензионных сертификационных патентованных услуг между собой. Вот это направление требует не только аналитики, но и некого такого креативного подхода. Я не скажу, что эта тема скучная, особенно если это связано с креативной индустрией. Welcome! Приглашаем участвовать в этой группе, которая называется «Глобальная презентационная платформа». Мы, рассматривая деятельность в целом виртуальном пространстве, где развивается сейчас большинство бизнесов, использующих цифровые технологии, конечно, не могли бы обойти те вопросы, которые существуют и в реальном бизнесе, без информационных технологий и существовали раньше. Это вопросы честной торговли. Правил, соблюдение этих правил, возможности апеллировать к какой-то стороне, возможности защищать свои интересы, возможности обсуждать на различных площадках свой бизнес. Поэтому мы говорим, что цифровой бизнес-центр, который будет заниматься такими вопросами, как Всемирный центр честной торговли, для нас эта тематика очень важна. Это целое направление для работы. Здесь тоже 5-10 человек мы набираем, которые будут прорабатывать вопросы, связанные с этикой бизнеса, с вопросами, которые волнуют, чтобы быть в деловой среде, в доверительной зоне среди своих партнеров. Таким образом, одна из тем, которая входит в это направление, это честная торговля товарами и услугами. Что такое честность, что это за технология такая, какие дивиденды она приносит. Вроде бы это не о бизнесе, но надо сказать, что бизнес строится всегда на доверии. Поэтому проработка этих вопросов, кого интересует, я приглашаю участвовать в этом направлении. Те вопросы, которые связаны с системой безопасности, соблюдая честный бизнес, мы должны сказать, что есть безопасная среда, где мы это можем сделать, соответственно, ее нужно защищать, это некая интегрированная система безопасности платежей, безопасность прохождения транзакций. Вот это еще одна тема, которая требует проработки в данном направлении. Следующая тема, это интегрированные платформы электронной коммерции. Там, где, по сути дела, происходят эти акты сделок, потребителей, контрагентов, различные программы бонусные, и партнеры входят в транзакцию как бонусные, скидочные программы. Вот вся интегрированная система, платформа должна работать по каким-то правилам, которые тоже вписываются в честную торговлю, в правила честной коммерции. Конечно, еще одна тема, это тема обмена интеллектуальной собственности и технологиями. То есть право появления продукта, право брендирования продукта, торговые марки, передача интеллектуальной ноу-хау, передача технологий с элементами авторскими или какими-то коммерческими закрытыми вопросами, это очень больная тема, и, соответственно, мы знаем, что много игроков, которые не прочь нечестно вести игру в таком конкурентном поле, как креативные интеллектуальные разработки. Поэтому те, кто специализируется или вас интересует данная тема, это ваша тема для диссертации. Конечно, мы понимаем, что одной из тем, которая обеспечивает честность, транспарентность информации, это социальные сети. Как работают социальные сети, как там происходит обмен информацией, как она коммерциализируется, как используются товары, услуги в социальных группах, какие интересы или на какая тематика поднимает интересы для тех вещей, которые производит бизнес. Это не только товары, услуги, это информация, это ряд новостей, это визуальные образы, это двойники цифровые. То есть все, что происходит в социальных сетях, оно может вызывать повышенный интерес со всех сторон, и мы свой интерес здесь фиксируем, что социальные сети должны не только информировать о честной торговле и социальной направленности каких-то бизнесов, но оно должно возвращать обратно, задавать тон сами участники социальной сети, а что бы они хотели видеть. То есть здесь в таких сетях, на наш взгляд, выстраивается коммуникация, причем быстрая, четкая по тем параметрам, которые интересуют всех участников. Так что кого интересовала эта тема, и себя вы увидели как исполнителя этой темы, разработчика этой темы, я приглашаю участвовать в этом направлении, которое называется цифровой бизнес-центр. И соответственно у нас есть более прикладные вещи, более практичные. Это такая тематика, как корпоративные университеты, онлайн-образование. Оно очень сильно реформируется в последнее время, оно уже связано и выходит за пределы одной компании, связанной с другими корпоративными центрами обучения или университетами. Идет привязка к различным ресурсам, которые по мнению компании-корпорации ей полезны. Это ресурсы разрабатывались может быть по другим тематикам, но становятся интересными для данной компании. И вот этот обмен, вот это сетевое взаимодействие для бизнес-образования, для получения повышения квалификации, для постоянного роста в течение всего жизни конкретного профессионала, специалиста, становится очень интересной вещью для проработки и, соответственно, запуска каких-то сопутствующих проектов, которые поддерживают ваш бизнес, ваших сотрудников, квалификацию сотрудников и формируют другой уровень компетенции в вашей компании. Ну и никуда мы не денемся для того, чтобы сформировать такой центр честной торговли, от конференций, обсуждений, от онлайн-выставок, от каких-то промо-акций или программ лояльности, которые необходимо не только позиционировать, но необходимо проверять на такой площадке в центре, всемирном центре, формировать комьюнити, формировать партнерство, формировать, соответственно, предложения нового типа, которые возникают во время таких вот обменов информации, таких площадок. Но это, если раньше рассуждали event management, то в этом случае здесь мы говорим, что это и виртуальный, в том числе и event management. И вот проработка терминологии, проработка технологии таких представлений, это еще одна тема, в большом направлении Всемирный Центр Честной Торговли. Итак, я вам осветил несколько направлений, которые мы включили в деятельность научно-производственного центра, а, соответственно, сначала лаборатория, потом научно-производственного центра, Сингапурская Академия Корпоративного Менеджмента. И еще раз напоминаю, что мы набираем на каждое направление по 5-10 слушателей, которые проходят обучение, разрабатывают проект, затем их работы переходят плавно в научно-производственный центр, где подготавливается документация, подается в правительство Сингапура, и с получением финансирования, на что мы, скажем так, очень сильно рассчитываем и договариваемся со слушателями, запускаются реальные проекты. то есть, наши диссертации ДБЕ становятся основой для проработки реальных проектов, реализуемых в укреплении вашего бизнеса, в укреплении ваших инвестиций, в открытии новых направлений запуска стартапов, которые вы совместно со всеми экспертами, которые участвуют в нашей вот этой большой деятельности научной лаборатории, всех программ подготовки, которые есть, и вы можете познакомиться на сайте Сингапурской Академии Корпоративного Менеджмента, будут задействованы и они будут работать с вами. Это большой пул достаточно высококвалифицированного персонала, преподавательского, экспертного, практиков, которые будут вместе с вами прорабатывать тематику ваших диссертаций и которые переходят в проекты и в запуск этих проектов с использованием тех механизмов, которые есть в нашей Академии совместно с правительством Сингапура. Итак, контакты вы видите на экране, вы можете обращаться, подавать заявки на обучение, я с вами обязательно проговариваю в какое направление, в какую тему вы для себя определили, мы это фиксируем, формируем группу, знакомимся со всеми участниками и начинаем совместно с энергетически работать над темой, темами диссертации, над самими текстами диссертации и на стыковке с энергией, которые дают эти темы в сочетаниях и по направлениях и между направлениями. так, что большая работа нам предстоит, большая надежда на вашу активность и соответственно и большой вам скажем так старт дает такая возможность обучения в Сингапурской Академии Корпоративного Менеджета с выходом на реальные проекты, поддерживаемые правительством Сингапура. Менеджета Сингапура. 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 Сингапура.